МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Абгуст 1939-го. В мир горячо обсуждают последние новости. Министр иностранных дел Германии Риббентроп прилетел в Москву. Два непримиримых противника, Германия и Советский Союз, подписали договор о ненападении. Западные державы напуганы сближением двух гигантов. СССР исключают из Лиги наций, США вводят против Советов торговые санкции, а японское правительство обвиняет Гитлера в предательстве общих интересов. Между союзниками растет скрытое напряжение. Тем временем в частной беседе Гитлер откровенничает. Все, что я делаю, направлено против России. Если Запад слишком глуп и слеп, чтобы понять это, я буду вынужден договориться с русскими разбить Запад и затем после его разгрома концентрированными силами обратиться против Советского Союза. Сталин, подписав пакт о ненападении, оттянул начало войны с Германией. Но пока еще никто не знает, надолго ли. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ За мной, кажется, опять следят. Это Шлезингер. И те же люди. Думаю, нужно их убрать. Сначала немцы. Нельзя. Только усугубит положение. Хорошо, попробую сам решить. И вот еще, товарищ Сталин, от Рамзая сообщение, они готовы выполнить задание по устранению Люшкова, но при одном условии. В каком? Он требует выслать к ним из Советского Союза связную, Анну Клаузен, которая является женой радиста группы. В противном случае он отказывается выполнять задание и может распустить всю группу. От кого требует? От товарища Сталина требует? Тут не написано. Пусть мне позвонит Берия. Я думаю, что просьбу Рамзая мы сможем выполнить. Есть. Разрешите идти? Извините. Да, это ее почерк. Когда она приедет? Скоро. Ну, что же мы будем делать? Выполнять задание. Хотя бы ради Ани. Эй! Эй! Москва поручает нам убрать Люшкова. Надо найти людей, которые не связаны с группой. Без проблем. Тамара. И еще Москва хочет, чтобы эта новость появилась в газетах. Это тоже можно устроить. Самое главное узнать, где он находится. Я узнаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 А ну стой, ты это куда? Тот человек только что забыл вот это, я хочу вернуть. Давай мне, я ему передам. Нет-нет, тогда я останусь без денег. А, так вот ты о чем. Пойдем сюда. А ты сколько заработаешь? Иди уже отсюда. Спасибо. Господин майор, у меня на столе оказалась ваша старая папка. Материалы по делу русских радистов и немца Зорги. Нам даже досье на этого немца не дали. Хватит с нас. Если это никому не нужно, то и нам все равно. Уйду сегодня раньше. Правильно. Надо немного отвлечься. Вы работаете и днем, и ночью. Я знаю, где зимой можно купить дешевые цветы. Несусь, а куда не следует. Ясно. Стой. Так что там? Где их продают? В магазине Сугавара. Помнишь, я тебе говорил, что наши претензии к больше дансингам не ограничатся? Угу. На, почитай телеграмму. В ночь на 31 августа группа солдат польской армии совершила нападение… Начина. В ночь на 31 августа группа солдат польская армия совершила нападение на радиостанцию в городе Грявице, расположенном на самой границе с Польшей. Фюрер не стерпел такого оскорбления. Германия вынуждена объявить Польше войну. 1 сентября в 4 часа 45 минут вооруженные силы Рейха перешли польскую границу. Который час? Что за шутки, Игорь? 23 часа 17 минут. Значит, в полдень уже 7 часов 32 минуты, как началась большая война, выпьем. Выпьем за Германию. Я люблю Германию. Наконец-то вся эта меркантильная сволочь. Французы, англичане и хауи, поляки, у которых кроме их специй нет ничего, за душой получат свое. Все ответят за то оскорбление, которому они подвергли Германию и Версали. Я тоже люблю Германию, Агин. Но война для Германии губительная, Агин. Ты сам воевал и прекрасно знаешь. Теперь все будет по-другому. Знаешь, во время правления Сигуната на острове Насима, не выдержав осады врагов, все жители покончили жизнь самоубийством. Все. И солдаты, и женщины. Если, как ты говоришь, семь часов назад началась большая война, то мир превратится в точно такой же остров. Это самоубийство, Агин. Давай не будем учить фюрора. 1 сентября 1939 года в 4.45 утра немецкие войска вторглись на территорию Польской Республики. 3 сентября войну Германии объявили Франция и Великобритания. Этой войны ждали, ее готовили, и до последнего отказывались верить в то, что она станет реальностью. Теперь колесо смерти закрутилось на полную мощность. Его уже невозможно остановить. 5 сентября��анские войска Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, господин! Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Ханако. Мне как всегда. Дима Торзок Спасибо. Красивые цветы. Здравствуй, сестра. Я получил твое письмо. Прошло столько лет, но меня до сих пор не покидает чувство вины. Я был молод, и казалось, что мы с отцом поступаем правильно. Когда пришло осознание всей подлости нашего поступка, мне не хватило смелости поговорить с тобой об этом. Зорге ни в чем не виноват. Я люблю тебя, сестренка. Стиво. Не, а вас тоже. Только не вздумай плакать. Рад был отец. Все они подлецы. Трогай. КОНЕЦ КОНЕЦ Гельма. Господи, Игин, ты что, ты пьян? Ничего подобного. Но, между прочим, с Рихардом решаем государственные вопросы. Это от кого? От брата. Передает тебе привет. Мам, ты плакала? Нет. Не надо, Баба. Гельма. Пойдем, дорогой, тебе нужно лечь. Может быть кофе господин Зоргев? Нет, спасибо тебе. Ну, и как он? Спит. Мне пора. Мне пора. Вы даже не дали мне шанс оправдаться. Мне кажется, это несправедливо. Даже приговоренному к смерти дают последнее слово. А я ни в чем не виноват, Гельма. Рихард. Я знаю Рихард. Брат написал мне письмо прости. Столько времени прошло, и ничего нельзя вернуть. Я замужем, у меня двое детей. Я прошу тебя. Прошу тебя, не разрушай мою жизнь. Дальма. Иди, Рихард. Иди. Спасибо. Господин, прикурить не найдется? Отвали. Чудный букетик. Отвали. Забирай. Ты что, это же твои. Брать чужие цветы — плохая примета. Держи. Скажи честно, он еще к тебе приходил? Приходил, но я ему не открыла. Почему? Не могу его простить. Ты что, в своем уме? Сколько он к тебе уже приходил? И сюда, и домой? Что он еще должен сделать? На колени перед тобой встать? Почему на колени? Я этого не говорила. А как он может с тобой объясниться, если ты от него спряталась? Оставь свою гордость. Не будь дурой. Езжай к нему. Учти, такие парни на дороге не валяются. Да хватит уже. Ну, как знаешь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Проходи, но не здесь же нам с тобой стоять. Играет музыка. То есть, ты хочешь сказать, что это был совершенно незнакомый тебе человек? И он просто так, вместо того ни с сего избил тебя, трепел. Может, что ты его взбесила? Что? Я не знаю. Да, сомневаюсь я, что это был просто незнакомец. С Арнавом что? Полиция все проверила. Нет ни машины, ни Арнава. Не нравится мне все это. Этот Зорди, у него роман с женой немецкого посла. Тайный. У них любовь. С кем ты сказал? С женой германского посла. Ты сфотографировала-то? Он целовал ее. Я видел это собственными глазами. Кто же вы такой, доктор Зорги? Чем могу помочь? Мы бронировали номер на имя Нисимура. Одну минуту. Совершенно верно. Вы заказывали номер люкс. Пятый этаж. Спасибо. Прошу вас, господин Нисимура. Зачем вам оружие? Думаю, оно не понадобится, но на всякий случай. А вам надо спуститься вниз и сделать так, чтобы портье запомнил, что вы ушли. А ты? А я? На слуг и на сельщиков никто внимания не обращает. Ушел, пробежал, не заметили. А у вас будет алиби. Здравствуйте. Слушаю вас. Скажите, где тут ближайшая аптека? Здесь за углом. Но вам незачем ходить самим. Скажите, какое вам нужно лекарство, я пошлю коридорного. Не стоит, мы хотим пройтись. Хорошо, приятной прогулки. КОНЕЦ КОНЕЦ Поднимись наверх и позови к телефону охранника. Эй, отнесите чемоданы в 106-й номер. Господин, вас просят подойти к телефону. К какому телефону? Что ты болтаешь? Меня послал партия, он сказал, что это срочно. Простите, вы кто такой? Что вы тут делаете? Что? Что вам надо? Они пишут, что Люшков покончил с собой, выпрыгнув с последнего этажа отеля. Собаки, собачья смерть. Коба, группа Рамзая снова подтверждает свою преданность. Но они находятся под грифом ненадежный источник. Может, снимем этот гриф? Вы свободны, товарищ Ворошилов. Стой. Стой. Если товарищ Сталин тебя простил, думаю, что все, передай мужу. Если что, мы и там вас достанем. На, здесь деньги и документы. А ты деньги получишь, когда доставишь. Голосовываем, я знаю. Поехали. Поехали. Анна! Анна! Дружище, у нас сегодня очень много дел. Антонин сказал, что у вас сегодня приём. Я вроде как приглашу. Это и есть дело. Хеффлер прилетел. Жаждаю с тобой познакомиться. Без твоих знаний даже старый волк ничего не может сделать. Куда уж, где до него-то? Нескромнейший. Хеффлер ни черта не понимает в Японии, зато очень хорошо знает, чего хотят на Вильгельмстрассе. Главное, с каких позиций нужно разговаривать с японцами. Интересно. С каких же позиций? Фюрер считает, что все старые дипломатические штучки нужно выбросить на помойку. Великая Германия должна разговаривать с миром по-новому. Я всё-таки хожу. Брать за горло каждого, с кем хочешь завязать дружеские отношения. Вот Хеффлер этим и зайнётся. А мы ему расскажем, как это лучше сделать. Доволь церемонии. Дипломат фюрера должен уметь запугивать. Ты страстный человек, господин посол. Ты страстный человек, господин посол. Я не влогу как мне пить. Ты спешил его, я не знал, что, говорю! Я не влогу. в Москву. Меня держали в лагере, потом сразу отправили в Хабаровск. Хочешь вина? У вас папка, как ты любишь. А как ты его убил? Кого? Рихарда. Его не убивал. Он жив. Я ему все рассказал. Это он тебя вытащил. Как давно я не пила хорошего вина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Простите. Рихард. А хотел бы вас познакомить в спецпосланнике министра господин Херфер, доктор Зорги. Наслышан, наслышан. Золотой Перворейха? Угу. Благодарю вас я большое. Вас тут неплохо, господин Зорги. В Европе война, а тут мирно сияет солнце, пляжи переполнены, фолькс дождь занимается коммерцией, рестораны и мастерские, даже бои в Китае закончились. Японцы вообще философски относятся к жизни. Ну, ничего. Мы быстренько разрушим эту их идею. А вон отличаются дела. Но, к сожалению, до встречи с представителями японского меда не могу разглашать. Все потом, потом. Хотел бы вас познакомить с помощником военного министра. Да. Подождите немного. Твоего сегодня нет. Удивительно. Впервые за несколько месяцев. Ну и что? Да ничего. Просто скучно и обидно. Мне все равно. А твоего сегодня нет, что ли? Он вовсе не мой. И какое вам до этого дело? Мы обязаны этим заняться. Обсуждая эти государственные тайны. Ну, что вы, Михаил, просто не все еще до конца понятно. В нашем небольшом коллективе все только что и говорят о вашем приезде. Судя по тому, что вы здесь, смею предположить, что продолжатся переговоры о заключении военного пакта между Германией и Японией. Хотя, скажу вам честно, что Япония сама стремится на союз с Германией. Так как готовящаяся их пансея на юг непременно столкнет военные интересы Японии с военными интересами Англии и Америки. Действительно, от вас ничего невозможно утаить. Ну, что ж, в таком случае задача намного облегчается. И вы можете подсказать, как быстрее уломать конвей? Вся чем смогу. Фюрер не оставляет надежды повернуть Японию с юга на север против Советской России. Ну, а как же пакт о ненападении со Сталином? Фикция. На Европе Гитлер лишь оттачивает зубы. А главное сокрушить Советы. Нам необходим союз с Японией. Будем держать ее в руках. А что у вас будем делать?! Зday one? Анна Ко, Хорошего вечера. И тебе. Как вы меня напугали. Я сегодня не успел к ужину, а букет купил заранее. Было бы несправедливо, если бы ваши цветы завяли. Вы ненормальный. Что вы себе позволяете? Вы хотя бы понимаете, насколько глупо все это выглядит? Не ходите больше ко мне. И цветы не носите. Точно известно, что Каной дал указание Мацуоке, чтобы тот выяснил через советское посольство, как в Москве могут воспринять перспективы заключения пакта между Японией и Советским Союзом. Ответ пришел положительный. В Москве известно, желание Германии подписать пакт с Японией. Также и о разногласиях тоже известно. Хотя договор между Японией и Советским Союзом был бы хорошей пощищенной Гитлеру. Да. Ты просил книгу Танаки, вот она. Все в тыльной стороне обложки. Спасибо. Очень кстати. Чертов упрямец этот ваш принц. Уперся по поводу вот этих пунктов. Им наш пакт с советами просто кость в городе. Они никогда не просят русским ни Хасан, ни Халкингол. Игорь, прочти. Надо как-то так написать все. Да, как-то несколько раз прощется. Получается, что Японией должно признать руководство Германии и Италии, но при этом отношения с советами в договоре затрагиваться не должны. Интересно. Господин посол, все готово. Господа, пойдемте обедать. Да, вы идите, а я здесь посижу, подумаю. Ну вот, как знаешь. Как знаешь. Осенью 40-го года проект гитлеровской коалиции окончательно закреплен в тексте Берлинского пакта. Германия и Италия достаются главенствующей роли в Европе, Японии, господство над Азией. Однако японцы не собираются связывать себя с Гитлером слишком жесткими обязательствами. Они ведут собственную игру. Независимо от того, вступит ли Германия в войну с советами и от того, когда это случится, Токио оговаривает для себя полную свободу действий. Гитлер обижен, но вида не подает. Ну, как там твой немец? Рамзавис сообщает, что военный договор между Японией и Германией будет подписан очень скоро. Также резидент это подтверждает из Берлина, что там ждут министры иностранных дел Японии Мацуоку. Клин, а что, если на обратном пути этот Мацуоку заедет к нам в Москву? Надо поставить задачу перед Молотовым. Представляешь лицо Гитлера, когда он об этом узнает? Ага. Куба, а как ты думаешь, Германия нападет на нас? Я думаю, это полная ерунда. Гитлер блефует. Он не станет воевать на два фронта. Да, заставили мы вертеться этим пактом всех. А как ты думаешь, Клим, кто кого обманет? Мы Гитлера или Гитлер нас? Правильно. Мы его обманем. Японцы прочат ускорить подписание нового пакта между державами. А Синова фюрер тянет. Почему? У нас со Сталином пакт, а не нападение. А премьер-министр Юнай торопит. Видимо, придется ненадолго съездить в Германию к Риббентропу. Рихард, я тебя очень прошу, пожалуйста, мне нужен такой текст договора, в котором нет ни единой строчки, направленной против СССР. Чтобы устраивал и Японию, и Италию. Можете на нее положиться. Документы возьмешь и по три в силу. Слушаюсь, мой генерал. 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 Остани. Я так соскучился. Подожди. Мы не виделись всего неделю. Для меня это была целая вечность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok